Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Арман Пойнт. Французский художник, гравер, дизайнер, который был связан с движением символистов и был одним из основателей салона Розы и Креста. Среди салонных художников-авангардистов были многие выдающиеся символисты, писатели и композиторы того периода. Позже он сформировал свое собственное ателье. Источники расходятся в деталях его рождения и смерти. В одной из версий он родился в Алжире 23 марта 1860 года. Ранними работами художника были ориенталистские сцены рынков, музыкантов и уличной жизни его юности в Алжире. В 1888 году он отправился в Париж, где учился в школе изящных искусств у Агюста Херста и Фернана Кармона. Был связан с Нумой Желее. С 1890 года выставлялся в Национальном обществе изящных искусств. Пойнт находился под влиянием Раскина и Братства прорифаэлитов. Был членом группы Наби. В 1894 году он совершил поездку в Италию вместе с Элен Линдер, позже Мадам Бертло, где он увидел Сандер Боттичелли в Примаверу впервые не на гравюре. Этот опыт произвел на него глубокое впечатление и он написал, что при виде этого у него впервые открылись глаза, что вскоре привело к попыткам основать во Франции движение по возрождению искусства XV-XVI веков. В влиянии Боттичелли и Леонардо да Винчи проявилось в его работах. Элен Линдер стала идеальной женщиной-моделью для Пойнта, который часто рисовал ее в стиле Леонардо, но одевал как муж Боттичелли. Элен вышла замуж за французского дипломата Филипп Бертло незадолго до начала Первой мировой войны. Филипп Жулиан, французский иллюстратор и искусствовед, биограф, описывает Пойнта как переходящего в это время от мечтательного реализма к детальному идеализму. Вскоре Пойнт перешел к полноценному символизму. Он предпринял решительный усилий, чтобы отвергнуть современный мир и реализм Золя Курбея. Он принял розенкрейцевство, духовное и культурное движение, возникшее в Европе в начале XVII века. С 1892 года по 1896 Пойнт выставлялся в салоне Розы и Круа. Разработал плакат для пятого салона этой группы. Жил в Марлотте с 1896 по 1901 год, где основал свое ателье недалеко от дома Барбизонской школы. На рубеже веков различия между изобразительным и декоративно-прикладным искусством начали стираться и Пойнт все больше увлекался последним, то есть декоративно-прикладным. Он стремился быть похожим у Уильяма Морриса, который восстал против материализма XIX века, создавая предметы прикладного искусства, такие как мебель, ювелирные изделия, ткани, керамик, кообои, которые восходили к техникам и стилям средневековья. Умер в феврале или марте 1932 года. Вот так вкратце, из переводной Википедии данных очень мало, о французском художнике Грайори и дизайнере, который был связан с движением символистов Арманд Пойнт. Пока-пока, до свидания.